Давай даже вот этот экранчик. Новый аппарат. Всем привет, с вами Михалыч, мы на канале компании Техномедицина и сегодня по вашим многочисленным просьбам обзор наркозно-дыхательного аппарата Vata EX35 производства компании Миндрей. Так, этот аппарат наркозно-дыхательный среднего ценового сегмента, заслуженный лидер в продажах Миндрей, простая надежная машина с пневматическим приводом, это значит то, что для ее работы вам понадобится сжатый воздух, либо компрессор, он может быть интегрирован в модуль самого аппарата, вот сюда вместо двух нижних полочек он ставится, либо, как в нашем случае, должна быть разводка сжатого воздуха. Для подключения используется разъем формат 1, вот такой вот шланг. Пневматика подает давление сюда, сжатый воздух, а аппарат сам открывает клапаны, этим и обусловлена работа машины. Немножко поподробнее разберем строение аппарата. На передней его панели вы видите так называемые мануальные манометры, это поплавок по-простому, которым мы регулируем подачу воздуха и кислорода, потом мы включим аппарат и я продемонстрирую. Также здесь располагаются манометры, на которых указано давление. Экран, тачскрин, все просто, понятно, максимально просто. Здесь располагаются четыре кнопки и световая сигнализация, а также трекбол, по-моему так называется. В общем, штучка, которую можно покрутить и нажать, в нашем случае продолжить. Аппарат мы включили, он у нас прошел все проверки. Здесь в меню у нас простая и понятная конфигурация, сверху время и тип пациента. Здесь же данные пациенты, время и вкладка, где будут отображаться кривые, когда мы включим аппарат и он задышит у нас. Здесь вкладка с данными пациента, где у нас указаны ID пациента, имя, фамилия, возраст его и вся о нем информация. В нижней части у нас располагается меню, в котором у нас информация о режимах вентиляции. Информация о режимах вентиляции, в данном случае VCV по давлению, с контролем по объему, по давлению. Аппарат достаточно богат на режимы вентиляции как базовой комплектации. Если мы собираем опции, то доступны практически все режимы так называемого необходимого, я так называю, базового уровня. Развернем немножко аппарат, рассмотрим его тележку. Тормоза на каждом колесе. Это не центральный тормоз, но тем не менее схема достаточно рабочая. Три ящика. Здесь располагается у нас выход так называемый ACGO. Три ящика открываются. Очень хорошее качество фурнитуры. Ящики открываются плавно и закрываются тоже доводчиком очень плавно и приятно. Кнопка в экстренной подаче кислорода. Здесь у нас находится споку пневматическая, вся пневматика, то есть туда, куда у нас идет воздух. Каналы там располагаются, все это дело подогревается и осушается. Здесь у нас клапаны, манометр, легкая. Клапан АПЛ с его регулировкой. Движение, дыхание обеспечивается классическим мехом. Резиновый мех, штуковина, которая поднимается и опускается. Здесь у нас есть шкала с объемом. Клапан вдоха, клапан выдоха располагается на контуре. Вот так вот выглядит канистра абсорбера. В нескольких вариантах исполнения доступна эта штука. Может быть вот такая, самая простая. Аппарат сигнализирует о том, что разгерметизация произошла. Закрываем. Также доступен так называемый препак режим. Вот так вот выглядит. Периодически спрашивают на закачке, какая разница. Там вы видели, как открывается. Здесь открывается вот так вот. И вот можно это все дело менять на тронную взвесь. Также существуют специальные кассеты уже готовые, одноразовые. Туда засовывается и сразу закрывается. Но сейчас не об этом. Вернемся к аппарату 35 ватта. Хочу вам сказать, что на самом деле это уже вторая генерация этого аппарата. В прошлом он назывался ватта 35 Нью. А было просто 35. А в данном случае потом просто 35 вату убрали. Осталось 35 Нью. Соответственно, она сейчас представляет собой вату 35. Кислородный датчик. Здесь используется традиционный термоанометрический. Либо, вот тут уже поинтересней, я разворачиваю к вам аппарат боком. Здесь мы видим специальный слот, так называемый модуль REC. Не знаю, почему он так называется. Ну, короче, штука, куда вставляются модули. Модули, доступные для вата 35. Это капнометрия в боковом, в основном потоке. И также так называемый мультигаз. Вот этот блок мультигаза здесь стоит. Что определяет блок мультигаз? Он делает доступным мониторинг таких параметров, как концентрация анестетиков. 7 самых популярных автоматически. Он определяет концентрация углекислого газа, она же капнометрия, концентрация закиси азота. И, внимание, доступна функция парамагнитного датчика кислорода. Вот в этом исполнении позволяет нам мерить кислород парамагнитным датчиком. То есть это штука, которая уже не требует расходники. Вот если мы используем термоанометрический датчик кислорода, то он по прошествию года, 7 месяцев, в зависимости от типа эксплуатации, его надо поменять. Он портится. То парамагнитный датчик кислорода работает практически вечно. Ну, если там не уронить, что-нибудь не поломать. Такой вот блок доступен в этом аппарате. Еще интересная штука сбоку у нас есть так называемый независимый ротаметр кислорода. Вообще удобная штуковина такая, она открывается, здесь будет 100% кислород. Для всякого различного рода аспирации очень удобно не использовать, соответственно, не менять настройки аппарата для стопроцентного кислорода, а запустил эту конюлю, все, что надо тебе, оксигенацию провел, закрыл ее и работаешь дальше. Развернем наш аппарат и подойдем к нему сзади. На задней панели аппарата VATTA EX35 от Миндре мы видим 4 дополнительных розетки. Это опция, очень удобная опция. Всем рекомендую, когда вы используете инфузионную технику, в операционную, используете вы ее все время, либо монитор пациента, чтобы не испытывать какой-то напряг с проводами, торчащими со всех сторон, вы ставите сюда монитор пациента и сюда же его подключаете. Какое-то большое силовое мощное оборудование вряд ли удастся, потому что здесь ограничение по мощности, но вот монитор пациента инфузионную помпу потянет без проблем. Здесь же у нас мистовские гнезда для газовых магистралей, вот так вот они накручиваются, все выглядит аккуратно. Просто привод кислород, когда аппарат может работать от воздуха и от кислорода, ну от воздуха это более штатная работа, когда в случае, если надо какие-то полевые условия, либо нету компрессора, нету сжатого воздуха, но есть большое желание оперировать, мы врубаем кислород и как бы, ну, все, всю пневматику обеспечивают именно подачу кислорода, давлением. Здесь же у нас выход, система эвакуации газов. Очень интересная штука в нашем случае, это пассивная система, то есть все отработанные наркотические газы выбрасываются у нас попросту в окно, ну или куда-нибудь, в общем, туда, где они не встретят сопротивления. Если у вас в больнице используется так называемая активная система эвакуации газов, вот такие вот розетки специальные на консолях, вам надо использовать специальную штуку, которая компенсирует, не буду разворачивать его, потом я покажу. Эта штука компенсирует вот этот вот эффект всасывания и не позволяет залипать клапанам. Очень распространенная ошибка. Был аппарат приобретен, непонятно, собрана комплектация, в операционный он приезжает, шланг каким-то образом умельцы, инженеры, местные, желая помочь врачам, вместо окна прикручивают как бы туда, эта штука начинает в себя всасывать воздух, во время открытия клапанов происходит скачок, давление падает. Очень, кстати, неприятная вещь, неприятная тем, что анестезиолог не понимает, в чем происходит, в чем дело, почему клапана залипает. Еще это портит непосредственно сами аппараты. Иногда русские ученые, инженеры, в кавычках, делают такую штуку. Они просто в шланге делают дырку, которая позволяет, ну, вот компенсировать вот эту штуку, ну, типа воздух, который взасывается. Не очень красивая, не очень удобная вещь для использования, ну, если уж совсем ничего нет, то лучше так. Ну, вообще, лучше по-человечески приобрести специальную апгрейд, аксессуар. Сейчас я вам его покажу. Вот так выглядит этот вот аксессуар. У нас, соответственно, шланг уходит не сразу в окно, либо в розетку, а он уходит сначала вот в компенсатор, а отсюда уже идет в розетку на активную систему эвакуации. Потому что наркотические газы тяжелее воздуха, они скапливаются внизу и выветриваются потом из этой колбы. Ладно, оставим выхлоп наркотический и продолжим с аппаратом Vata EX35 от Mindray. Так, вот так вот. Повернув аппарат дальше, мы увидим его бачок. На нем располагается штука для так называемая стандартная внутренняя рельса. Ну, тут есть и стандартная рельса наружная, но вот тут внутренняя. Для чего она используется? Она используется для крепления мониторов. Если у нас, как бы, аппарат представляет собой анестезиологическую станцию, то есть это дисплей специальный медицинский для работы в автоматизированном рабочем месте врача-энестезиолога, про него отдельная история, потом как-нибудь расскажу. Либо сюда крепятся крепления для монитора пациента. На нем располагается монитор пациента, потому что чаще всего наркозно-дыхательный аппарат, да практически всегда, он используется вместе с монитором пациента. Если все дыхательные респираторные функции можно мониторировать наркозником, то ЭКГ, давление, температуру нужно, конечно, мониторировать монитором пациента. На стандартную 35-миллиметровую рельсу можно прикрутить креплением специализированным аспиратор, емкости различные и все остальное. В этом же месте у нас замочек, который закрывает вот эти ящики. Если вы храните ценные аксессуары, я имею ввиду различного рода контуры многоразовые, либо датчики беспектрального индекса, которые стоят тысячи долларов, не хотите, чтобы они у вас пропали на смене, чтобы потом догадками на коллег косо смотреть, берете ящичек и закрываете. Очень удобно. Разворачиваем аппарат дальше и нашему взору представляются классические испарители севарана, изофлюрана. Богатый набор, в зависимости от поджеланий заказчика мы можем собрать. Стандартное крепление селектотек используется здесь, поэтому, в принципе, свободная конфигурация, можно использовать испарители любых других производителей. Особо расскажу вам секретик аппарата, лайфхак так называемый и маленькую историю. Один раз приехали на обслуживание технического, на трехлетнее обслуживание техническое подобного аппарата. И я стоял и сделал вот так. Включил свет на рабочем месте врача-анестезиолога, либо сестры. И в этот момент медсестра воскликнула, о боже мой, если бы я знала, это бы изменило всю мою жизнь. Они работали три года на аппарате и не знали, что здесь есть подсветка. Да, здесь есть подсветка, вот тут вот она включается. Бывает даже двух видов. Интенсивная и не очень интенсивная. Вот так вот выключено. Век живи, ведущись. Еще немножко полезной информации про этот аппарат, а точнее, про его обслуживание, потому что мы настоятельно рекомендуем, требуем просто от наших заказчиков, чтобы они обслуживали технику. Не просто ремонтировали ее, когда она поломается, а именно обслуживали, чтобы она не ломалась. Так вот, годовое обслуживание техническое, согласно рекламентам всем данного производителя Миндрей, составляет порядка 95 тысяч рублей. Мы меняем это вместе с набором запчастей, которые меняются здесь, датчиком потолка, датчиком кислорода, работой, то есть к вам со всеми протоколами, к вам приедут наши специалисты-инженеры, проведут его КТС, диагностику всех его неисправностей. Если он исправен, они все поменяют и выдадут результат. Если, соответственно, неисправен к техническому обслуживанию, неисправное оборудование не принимается, вы придутся исправить. Там меняется мех, меняются клапаны, в общем, все-все-все резинки меняются в аппарате. Поэтому обязательно учитывайте то, что оборудование надо обслуживать. 95 тысяч на самом деле не так много, если брать зарубежных производителей, таких как General Electric и Draeger, там все за сотни. Плюс проблемы сейчас с поставками запчастей. Ну а на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Был Михалыч, канал компании Техномедицина и наркозно-дыхательный аппарат Vata EX35 от Mindray. Вот.